В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. День молодежи 2023. Как пройдет праздник в Сарове? Снова поплыли. Очередной дождью вновь затопил улицы Сарова. Спортплощадка молодежного центра приглашает саровчан на занятия с инструктором. Далее расскажем обо всем подробно. День молодежи отметят в этом году в субботу 24 июня. Главной площадкой, которая объединит все фестивали страны, станет молодежная столица России Нижний Новгород. Что еще несет в себе гордое звание молодежная столица России и что ждет нижегородцев и гостей региона на празднике, расскажем далее. Нижний Новгород готовится к масштабному празднику молодежи, который состоится 24 июня. В рамках празднования одновременно в 14 регионах страны будут проходить тематические фестивали. А главной площадкой, которая объединит все фестивали страны, станет молодежная столица России Нижний Новгород. Основной территорией праздника выбрали площадь Минина и Пожарского. Там гости региона смогут познакомиться с проектами, которые позволят им реализовать свой потенциал. Здесь мы говорим не только об общественных каких-то проектах, об общественной реализации. Но будут, например, спортивные площадки. Каждый нижегородец сможет увидеть открытый отбор на премию уличной культуры карта. То есть ребята будут соревноваться и в стритболе, и в BMX, и в паркуре. Можно будет посмотреть на уличные танцы. И, как я уже говорила, будут представлены стенды основных проектов. Например, проект «Больше, чем путешествия». Это новый проект для молодежи о путешествиях по России. Доступ на площадке свободный, но нужно зарегистрироваться на сайте деньмолодежи.рф. Полученный при регистрации QR-код нужно будет показать волонтерам праздника. День молодежи – это не только праздник, но и огромная возможность для молодых людей проявить себя и показать свой потенциал, считает Светлана Ануфриева. В прошлый год мы закончили с точки зрения молодежной политики на очень хороших позициях. В прошлом году мы занимали третье место по количеству привлеченных грантов в стране, но на втором месте по количеству грантополучателей. Это значит, что Нижегородская область стоит рядышком с Москвой и Санкт-Петербургом. Наш молодежный центр «Высота» стал лучшим молодежным центром в стране по результатам деятельности. У нас очень хорошие показатели по участию нашей молодежи в различных федеральных проектах, очень много призовых мест. Как молодежная столица Нижний Новгород получил возможность реализации в этом году проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, в том числе грантового конкурса «Методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи и авторскую медиа-стратегию для продвижения города». Еще важная история о том, что наша молодежь может почувствовать какие-то дополнительные меры поддержки. Например, в июле, с 11 до 15 июля у нас состоится наш региональный форум «Метеор», и вот в статусе молодежной столицы мы получили грантовый фонд 20 миллионов рублей только для нижегородцев, только для нашей молодежи. Это очень большая сумма в рамках грантовой кампании для форумов, и такая возможность, она для нас очень ценна. Регистрация на форум открыта. Подробности на странице «Метеор.молодежный форум» ВКонтакте. Масштабным получится праздник и в Сарове. С 16 часов 24 июня на стадионе Икар горожан будут ждать творческие, креативные, спортивные площадки. По доброй традиции в этот день пройдет благотворительный футбольный матч. Подробнее о программе мероприятий расскажем далее. На земле, под землей, на воде и в воздухе праздник Дня молодежи в Сарове планируют провести масштабно. В пятницу 23 июня самые яркие, активные и творческие представители молодежных объединений отправятся на четыре площадки, побывают на экскурсии на аэродроме, примут участие в музыкальном квизе, поиграют в «Что, где, когда» и спустятся в подземную церковь, познакомятся с разработками саровских ученых и узнают об истории ВЛКСМ. 24 июня горожан приглашают на стадион «Икар». На стадионе «Икар» пройдет традиционный день молодежи. В рамках фестиваля будет молодежный фестиваль. На фестивале мы будем делать различные площадки, которые будут интересны, которые получили поддержку от молодежи. Соответственно, мы не сможем никак без площадки «Добра» и будем двигаться навстречу «Добру». Это будет одно из мероприятий большого благотворительного марафона «Город единства непохожих». Будет благотворительный матч, так что ждем зрителей. Приходите, поучаствуйте в нашем мероприятии. В 16 часов горожанам будет также доступна площадка «Навстречу спорту». Соревнования по жиму лежа, показательные выступления, скейт-площадка, мастер-классы по стритболу, теннису, электроджимхана. Будет работать зона семейного отдыха. На центральной аллее стадиона «Икар» вы сможете посетить игровые площадки, посмотреть показ мод от театра «Мод и Русь». Погружение в мир виртуальной реальности, состязание роботов «Сумо», запуск квадрокоптеров с выполнением 8D-трюков, сборка экологичных пазлов и командные игры готовит Кванториум Саров. Самая большая площадка будет работать на «Икаре», но даже не знаю, как будет она самая большая или нет, но, как минимум, она юбилейная. В этом году исполняется 10 лет нашим соревнованиям по автозвуку. 10 лет назад мы начинали это еще около бассейна «Дельфин» с маленького первого шага и с маленького мероприятия, но сейчас все горожане очень полюбили это мероприятие, приходят к ребятам, смотрят, и там можно будет посмотреть и мотоциклы, и машины, и аэрография будет. Так что приходите, будет интересно. С 17.00 начнет работу пространство навстречу творчеству. Горожан ждут выступления талантливой молодежи и хэтлайнеров фестиваля. А еще на главной сцене праздника пройдет награждение активистов. 30 июня завершается прием документов на 2023-2024 учебный год в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, а также тех, кто имеет право на внеочередной, первоочередной, преимущественный прием. Директор школы издает приказ о приеме детей в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Как узнать, что таблетки из соседней аптеки – не подделка? За последний год более 10 миллионов человек стали пользоваться приложением «Честный знак». С помощью специальной маркировки каждый может проверить легальность продукции перед покупкой. Сделать это скоро станет проще. Сервис планируют интегрировать в портал Госуслуг. Программа проверяет молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. В будущем ведут маркировку на пиво, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, соки, бады, антисептики, мед, изделия, кресла, коляски, детскую воду. О развитии пассажирского судоходства в Нижегородской области президенту доложил глава региона. Процесс запустили четыре года назад вместе с первым маршрутом Валдая. Сейчас внутри области и между регионами ходят уже пять суден. Всего запустят более 20 маршрутов. Летом в первые рейсы отправятся и метеоры из Нижнего Новгорода в Казань, Ульяновск, Ярославль и Кострому. Никитин отметил, что Нижегородская область стала первым субъектом РФ, у которого есть своя флотилия. По словам политика, этот вид транспорта востребован в регионе именно в чести регулярного сообщения, а не только в качестве аттракциона для туристов. Саровские ливневки вновь не справились с последствиями дожди, а каждый раз непогода заставляет горожан искать пути объезда и обхода. После ливня соцсети пестрят фото и видео с разлившимися на улицах лужами, масштаб которых порой сопоставим с небольшими озерами. Когда ситуация изменится, непонятно. На реконструкцию системы ливневой канализации нужны колоссальные средства. Департамент городского хозяйства предложил включить в программу комплексного развития инженерной инфраструктуры «План по реконструкции и строительству ливневок в разных районах города». Инженерно-монтажные работы в 2024-2026 годах запланированы на улицах Чкалова и Павлика Морозова, в районах Речной и Южной, на Менделеево и Негина, в районе Маяковской, Мичурина, Гоголя. В 2027-30-х годах будут строить локальные очистные сооружения на выпуск ливневой канализации на Музруково, Харитоно, Казамазово, Советско и Сахарова. Все это произойдет, если программу реконструкции городских ливневок утвердят. Пока же ДГХ в рамках своих возможностей решает проблемы точечно. Так, в прошлом году закрыли проблему по водоотводу на Зерново. В этом году планируют выполнить работы по устройству водовода-носелки на в районе ОБЦ. Также в рамках корректировки бюджета ДГХ запросил средства на выполнение строительно-монтажных работ на улице Менделеева. В одной из самых больных точек на карте затоплений, где после каждого дождя заливает жилой дом. Уже второй год проектируем по одной простой причине, что там были сложности с земельным участком, то там должен был рядом строиться дом, то не должен был. Поэтому сейчас вроде все вопросы согласованы и согласованы с застройщиком. Точку подключения получили у застройщика. Колодец у него есть. До ближайшей точки автоматической насосной станции планируем осуществлять перекачку, потому что ближайшей ливневки в том районе нет. То есть и ближайшая – это улица Садовая, которая может быть когда-то построена там. А остальные точки там более километра до ближайших точек. Единственное, это только у застройщика, который застраивает в пойме, можно подключиться. Поэтому проект разработан, все согласования завершены. Сейчас смертные стоимости определены. Надеемся, что в корректировку этот вопрос будет решен. Филаталистическая выставка военных писем приехала в библиотеку имени Пушкина из Нижнего Новгорода. Ее автор Геннадий Пущин встретился с ребятами и ветеранами труда, рассказал о своем хобби и провел экскурсию по экспозиции. Во время Афганской войны Геннадий Валентинович Пущин был в Кабуле на реконструкции хлебкомбината. Работал инженером телефонной связи. С 1975 года ветеран начал увлекаться коллекционированием военных писем. На сегодняшний день в коллекции Геннадия Пущина более тысячи писем, марок, конвертов и почтовых открыток периода Великой Отечественной войны. Шестая рота ВДВ. 84 погибших. Из них только трое наших нижегородских. Из них 21 герой Российской Федерации. Я собрал более 70 писем от них, которые они успели написать самым ближайшим родственникам. Женам, мамам. Я, конечно, горжусь. Отдать такие вещи, как бы уникальные, это очень непросто. В студенческие годы Геннадия Валентиновича вдохновила большая экспозиция военных писем на Третьей всеармейской филаталистической выставке. Тогда-то у коллекционера и родилась мысль собрать и организовать свою передвижную выставку. Нижегородец знакомился с родственниками солдат и самими ветеранами войны. В 150 музеев страны есть экспонаты из коллекции Геннадия Пущина. Передвижная выставка побывала и в Сарове, в библиотеке имени Пушкина. Вот на этой экспозиции 110 военных писем где-то, я считал. Вот все подлинно, никогда не признаю копии. Это достаточно, ну, трудоемкое дело. Время занимает. Чтобы создать хотя бы вот один, ну, я там сейчас покажу, вот самый, чем я сейчас занимаюсь, вот, то надо порядка двух с половиной часов. Это только моего личного времени, не считая того, что еще подключены и другие люди, которые там что-то доделывают, потом печатаются. В Пушкинке Геннадий Пущин встретился с ветеранами труда и юными читателями в библиотеке. Костер сказал о своем хобби и об экспонатах передвижной выставки. Поговорил о периоде Великой Отечественной войны, о ее битвах и героях. Самые активные ребята получили на память самодельные почтовые карточки с фотографией героя Нижегородца. Я раньше знала не все битвы той Великой Отечественной войны, и сегодня я узнала как минимум три этих битвы. Это Московская битва за Сталинград, и побольше узнала об резкой крепости. Все такие мероприятия очень патриотичны, вызывают интерес к своему прошлому, чтобы изучать что-то новое, узнавать какие-то интересные факты. Встреча прошла в рамках реализации грантового проекта «С русским воином через века» международного конкурса «Православная инициатива». Филателлистическая выставка продлится в библиотеке Пушкина до 23 июня без возрастных ограничений. С азами разных видов спорта, упражнений на турниках и даже современного уличного танца на спортплощадке молодежного центра юных саровчан знакомит инструктор Антон Козлов. Как проходят занятия, расскажем далее. 3Б, баскетбол, бокс, брейкданс. Примерно такой была программа занятий на спортивной площадке молодежного центра. С азами разных видов спорта, упражнений на турниках и даже современного уличного танца юных саровчан знакомит инструктор Антон Козлов. По традиции, каждая встреча начинается с разминки. Антон подсказывает ребятам, как подготовить себя к разным нагрузкам. Важно не путать инструктаж с обычной тренировкой, отмечает Антон. Такой формат занятий отличается в первую очередь свободой. Ребенок сам выбирает, чем хочет сегодня заняться и в любое время может сменить вид спорта или просто пойти домой. Энергии драйва добавляет музыка. Каждая встреча получается особенной, поскольку ребята сами составляют себе план занятий. Многие приходят на площадку с родителями. Инструктор работает здесь каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье с 18 до 21 часа. Я бы хотел пригласить всех желающих. Без различия какой возраст, какая подготовка у вас, приходите. Будем тренироваться. Но помните, что здесь я веду инструктаж. Инструктаж это все-таки больше такая самостоятельная работа. Но я вам помогу, все подскажу, объясню. Поэтому приходите, жду. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.